Ухтинская мэрия планирует привлечь новые компании к реализации крупных проектов в рамках муниципально-частного партнерства. Об этом мэр Магомед Османов заявил на пресс-конференции. Как город преобразится к следующему лету? Чего ждать от реорганизации ухтинских школ и детских садов? Ответы на эти и другие важные для горожан вопросы узнала Ксения Лосева. Одной из центральных тем встречи мэра с журналистами стало благоустройство дворов и ремонт дорог. На 50 миллионов рублей капитально отремонтировали улицу Оплеснина. В центре и пригородах некоторые участки заасфальтировали картами. Завершаются работы по благоустройству четырех общественных территорий. Набережные нефтяников, площади у аэропорта и клуба в микрорайоне Дальний. Территории между 13 и 15 домами по улице Дежнева. Преобразились в Ухте и 17 дворов. 10 в рамках проекта «Комфортная городская среда». 7 за счет Дорожного фонда города. В среднем сделать дворовую территорию, так как она есть, около миллиона рублей. Около миллиона. Вот считайте, у нас Дорожный фон порядка где-то 12-13-14 миллионов рублей. Вот исходя из этого, у нас ежегодно за счет своих денег, кроме комфортной среды, мы еще тоже делаем дворовые территории. Один из самых смелых проектов последних лет – это реконструкция парка культуры и отдыха. Цена вопроса – порядка 400 миллионов рублей. Мэр Ухты рассчитывает на поддержку бизнеса. Будем вести с ним переговоры о муниципальном частном партнерстве со Сбербанком. Они сегодня заходят в города, строят там тоже Дербенте, построили там эти фонтаны, которых в России нет. Такие вот объекты они строят. Поэтому будем вести переговоры с банками, только с Сбербанком, но и с другими банками, для того, чтобы этот проект реализовать. Многие ухтинцы с опаской отнеслись к грядущей реорганизации детских садов и школ. Мэр уверил – за воспитателями и преподавателями сохранятся рабочие места. Учебные заведения не закроют. Такая ситуация, допустим, на Боровом. Отдельный садик, отдельная школа. Будет одно юридическое лицо, но помещения остаются, как они были. Никакого сокращения ни воспитателей, ни преподавателей не будет. Еще одна тема пресс-конференции – поддержка бойцов в зоне СВО. Магомед Османов выразил признательность предприятиям и организациям города, волонтерам и всем неравнодушным ухтинцам за регулярные сборы гуманитарных грузов. Мы раз в месяц собираем всех родственников, которые участвуют в СВО. Садимся. У нас создана комиссия, куда входят и социальщики, работники, военкомат, и МВД. И общаемся с ними. Есть какие-то проблемы, которые, допустим, сегодня мы можем решить в городе. Это мы всегда решаем. Если у нас сил не хватает, нужно подключать, то и глава республики подключаем и его. Сегодня на федеральном, региональном и муниципальном уровнях действуют меры поддержки родным участников специальной операции. Их список внушительный. Знакомиться со всеми льготами для семей участников СВО можно на сайте «Социальная поддержка семей в Республике Коми» в специальном разделе «Семьям участников СВО». Ксения Лосева, Роман Кирпа, телеканал Юрген Ухта.